Последний звонок в этом году стал праздником для 1182 уже вчерашних школьников, 43 из которых сегодня претендуют на золотые медали. По традиции, лучших из лучших чествовал сам мэр. Именно он озвучил главные, напутственные слова виновникам праздника. Кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни выбрали, есть одна самая важная – быть человеком, быть достойным гражданином своей страны. Любите свою родину, любите город своего детства. И помните, что на вашей малой родине, в городе Бобруйске, вас всегда любят и ждут. Павел Слязь – один из немногих, кто в этот день удостоился благодарности Бобруйского госполкома. Выпускник 27-й школы, отличник информатики и участник единственной команды «Что, где, когда» в Бобруйске. В ближайшем будущем Павел планирует стать программистом и вернуться на малую родину. Не знаю, как сложится моя жизнь, но я был бы на самом деле очень рад, если бы я смог заниматься своим любимым делом, достойно защищать свой город. Вальс выпускников и самое трогательное – последний звонок – стали кульминацией праздника. Дальше колонна под приветственные аплодисменты прохожих с кричалками и исполнением гимнов. Своих учебных учреждений проследовала на площади Ленина. По пути выпускники охотно общались на камеру. Куда планируешь поступать? Как вообще ЦТ сдала пробная? Планирую поступать в педагогический университет имени Кулешова. Пробная сдала ЦТ нормальным. Хорошо. То есть пока балла хватает? Да, хватает. Планирую поступать на психолога в Максиматан-конститут. Жизнь с творчеством как-то будет связана? Планируешь или нет? Да, конечно. После колледжа у нас отработка. Отработку я буду проходить в Минске. Планирую ездить на контракты. Планирую поступать в БГУР на специалист по кибербезопасности. Площадь Ленина стала главной площадкой для проведения флешмоба, концерта и поздравлений от первоклашек. Праздник в городе завершился лишь через несколько часов. Дальше отдельная программа. В каждой школе. Ангелина Дикун, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.